Один из самых известных стрит-арт-художников Бирмингема носит такое звучное имя, как Мухаммад Али. Статьи и репортажи о нем можно видеть на BBC, CNN, во многих местных журналах и газетах. Мы работаем для вас. Поддержи наш проект. Не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на канал и включить уведомления. Граффити не просто увлечение жизни. Посредством молодежного искусства Мухаммад вот уже около 30 лет рассказывает о мусульманских ценностях, о жизни, о вере, бросает вызов стереотипам в обществе и мире. С него началось даже целое направление в стрит-арте – каллиграффити, смесь традиционной арабской каллиграфии и уличного граффити. Мы из поколения хип-хоп-культуры. Это некое самовыражение в уличном искусстве, зародившееся среди молодежи на улице. Этому невозможно было научиться в каком-то учебном заведении. Оно зародилось на улицах города. И только у сверстников можно было научиться, как пользоваться аэрозольным баллончиком. А ведь он не был предназначен для искусства. Его создавали для распыления на автомобиле. Когда я только начал заниматься росписью стен, я уже был известен как человек, который привносит элементы своей веры, арабской каллиграфии и исламских узоров в свое искусство. И все это на всеобщем обозрении. И на тот момент это было особенно захватывающе, так как больше никто этим не занимался. Реальность была, что почти никто не занимался. Я хочу пройтись по улицам и, используя это устройство, записать то, что смогу. Такое искусство очень нужно нашему обществу. Для духовного подъема, для соединения на эмоциональном уровне. Чтобы рассказать наши истории, особенно в самых людных общественных местах. И это по-настоящему прекрасно. Есть большая разница, когда у тебя картина на стене в личном пространстве, или когда твое искусство рассказывает историю на уличной стене. Тогда происходит что-то невероятное. Неотъемлемой частью жизни Мухаммада является ислам, который пронизывает не только все его творчество, но и всю его жизнь. Когда я узнал об Андалусии и посетил Испанию, именно там я увидел, как творческий подход и изобретательность, эти невероятные дизайны садов и строений, узоры, каллиграфия, как все это восхищало людей. А ведь там жили христиане, мусульмане, иудеи, и все были под мусульманским правлением. Это все меня впечатлило, и я осознал всю мощь искусства и культуры, и как это может естественным образом создать гармонию. С помощью своего творчества я хотел бросить вызов всему тому негативному, что говорят в СМИ о мусульманах. Недавно нашего героя выбрали в члены попечительского совета самого центрального и главного музея и художественной галереи Бирмингема. Мухаммад Али надеется привнести в работу подходы людей разного происхождения, чтобы по-другому взглянуть на общество вокруг и отразить все его разнообразие и самобытность. Например, Мухаммад организовал экспозицию индийского ресторана 70-х, которым владел его отец. Подобные заведения на сегодняшний день являются неотъемлемой частью британской культуры, но были созданы и развиты иммигрантами из Пакистана, Бангладеша и Индии. Все эти люди – часть истории, часть современного бирмингемского общества. В то время, в 2009 году, невозможно было не знать, что Израиль бомбит газу, и мы чувствовали себя беспомощными, просто наблюдая за этим по телевизору. Все было очень реально для нас, и люди действительно собереживали. И тогда я сделал целую серию настенных росписей, может, пять или шесть стен. Тогда же я услышал о местных жителях, которые перегоняли целую колонну фургонов с гуманитарной помощью, и они попросили меня расписать эти фургоны, чтобы было заметно, с явным посланием, так как они ехали через всю Великобританию в Палестину. И, насколько я знаю, этот фургон был там оставлен. И, возможно, десять лет спустя он все еще там, с посланиями из Бирмингема, города в Великобритании. Это бирмингемский муниципалитет. Мы будем проецировать на него фильм, над которым я работал. Так что, как только стемнеет, мы покажем его прямо на всем здании. Это очень волнительно, ведь весь город увидит его на самом культовом здании. Современное искусство – это не только граффити, но и мультимедиа, и кинопроизводство. И такой проект в самом центре города особенно важен, когда главным художником становится мусульманин. Я много участвовал в проектах, где я вживую рисовал и писал на сцене. И это проецировалось на экран. Но вот в таком масштабе, когда проецируется на все здания, это что-то особенное. Ведь это происходит моментально, и никто не знает, что я буду писать в этот момент. А ведь я могу написать все, что угодно. Самое важное из того, что Мухаммад тут делает, это то, что он стирает границы и строит мосты между разными людьми и убеждениями. И делает он это посредством искусства. И он делает это через искусство. Я не люблю постоянные отсылки к Золотому веку. Когда это делает не к месту. Как будто мы живем в прошлом. А где же наши современники, новаторы в искусстве и креативности? Мы должны быть в первых рядах. Посредством художества, поэзии, фотографий, фильмов, мы сможем сказать то, о чем обществу сложно говорить. Мы можем использовать эти уникальные формы самовыражения для передачи сложных мыслей. И эффект от этого будет намного больше, чем, например, у того, кто обвульковал книгу. Или того, кто выступает со сцены с речью. Мы создаем искусство, которое способствует диалогу между людьми. Как мусульманин, я чувствую на себе ответственность за то, чтобы уметь реагировать на реальность, на ситуацию в обществе. Потому что за тебя никто не изменит твоего положения. Невозможно просто сидеть и молиться об изменениях. Нужно так же и что-то делать. Ты не можешь просто сидеть и думать, что ты знаешь, молиться за изменение. Ты тоже должен действовать за изменение.